Приветствую, дорогую Церковь, миром и любовью Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Как мы уже заметили, мы живем в такой вот необычный период времени. Спокойно нам живется или нет? Беспокойно, да? Я так могу общим, скажем, термином сказать, что спокойствия отсутствует. И вот сегодня мои дома в семье дочки говорят, слушай, ну ты спал, говорит, ничего не слышал. Я говорю, да нет, спал хорошо, потому что вся неделя была неспокойная. Меня настолько, скажем, гайки зажали, да, что уже я и перестал беспокоиться. Я говорю, Господи, все в Твоих руках. Когда Христос говорил в Евангелии, мир мой даю вам. Какой же мир Христос подарил, дает? И кому он дает? Вот мы читаем в Евангелии, да, что Христос обращал внимание на то, что как человек воспринимает Слово Христа. Одни слушают, да? Помните, как было сказано, что сеятель пошел сеять, та посеял, та посеял. И вот интересно, каково ж поле нашего сердца? Взращиваем ли мы в себе Слово Божие? В Ветхом Завете, помните, есть один из моментов, что учить нужно маленьких детей, да, то есть сам процесс воспитания и днем, и вечером, да, то есть чтобы было, скажем, у ребенка памяти откладывалось, что Господь любит, заботится. И вот на работе ребята говорят, слушай, ну тут прилетает постоянно, вот как вот магнит. Завод – это как бы большой магнит, и постоянно что-то туда прилетает. Говорит, слушай, ну ты, говорит, ну спокойный, как удал. Говорит, что, говорит, с тобой? Может, ты, говорит, что-то пьешь, принимаешь? Говорит, да нет, не принимай. Просто, говорю, доверяй свою жизнь Господу. И вот, глядя на то, насколько люди потеряли вот этот мир, мир в душе, и анализируя ситуацию, в которой, скажем, я каждый день вращаюсь, я вижу, слышу, о чем люди говорят, и понимаю, что тот мир, о котором говорил Христос, у них напрочь отсутствует. И вот страх за свою жизнь у человека превышает его, скажем, предел терпимости. И вот человек зациклен на том, что его сейчас что? Не станет. Прилетит, скажем, ракета и сделает пакостное дело. Ну вот, интересно, что сам процесс доверия Богу, насколько он реализовывается в нашей жизни. Можем мы сказать, что да, Господи, Ты дал свой мир, и этот мир покоится во мне, и что бы там ни было, я остаюсь под Божьей защитой. Уверенность у нас есть такая вот железная. Когда, скажем, буквально вот эта вот неделя, она была очень такая напряженная, я говорю, молюсь и говорю, Господи, вот Ты испытываешь меня, что Ты от меня хочешь? У меня и там, и там какие-то были накладки. И вот Бог доводит до такого состояния, когда Ты либо Ты сдашься, либо Ты будешь победителем во славу Божию. И вот один из таких моментов, что, знаете, что сейчас везде и всюду раздают по повестке счастье, да, такие, так сказать. И вот я удостоился быть, скажем, в числе избранников в этом великом деле, заблокировали пропуск на работу, то есть как бы попасть и отработать я уже не мог. Сообщили, что иди в военкомат и сделай там свою процедуру. Я говорю, понял, хорошо, помолился, прихожу в военкомат, вся процедура заняла там около четырех часов, приехали, скажем, еще дополнительно на ВЛК, у нас комиссия была в этом, в больнице, там прошли, все на законных основаниях, все хорошо, все здоровы, все это самое, все имеют возможность послужить Родине. И вот интересный момент, я вот замечаю, опять же, среди того контингента, который там был, все суетятся, нервничают, там сквернословят. И вот я понимаю, что у этих людей нет мира с Богом вообще. То есть они не задумываются, почему они здесь, для какой цели, то есть у каждого свои переживания, своя боль, свои проблемы. И вот в результате они подходят, говорят, слушай, ну ты, как нет мира сего, что же это с тобой происходит? Я говорю, да я вполне нормальный, адекватный, абсолютно. То есть я вижу, что, скажем, люди со стороны нечто видят то, что я не вижу сам о себе, понимаете? И вот получается, что я вспоминаю слова Христа, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю мой мир. Я благодарен Господу, что этот мир пребывает. И вот в один из таких моментов, ну, конечно, перед этим, я там на двое суток потерял сон, сон убежал, да? И вот задаю Богу вопрос. Доколе, Господи, это будет продолжаться? Ну, ответ не заставил себя долго ждать. Пока я не прославлю Господа до конца. До конца прославить Господа. И вот интересно, что у Бога, скажем, временные рамки как бы отсутствуют, да? Бог вне времени, вне пространства. Он любит и заботится о нас на все сто процентов. Мы где-то можем сфальшивить, Бог так не поступает. И вот интересно, что мы изучаем много об исцелении, да? Святое Писание говорит, что Христос столько много делал, творил, исцелял. И это все на страницах Священного Писания остается нам в назидании, чтобы мы видели, что Христос – непростая Личность. Не просто так Он появился на этой земле, да? И вот интересно, эти далекие исцеления, как они влияют на нашу жизнь? Это было вот две тысячи лет назад. Оказывают ли те исцеления, которые были в такой отдаленный период времени, на нашу жизнь? Можем ли мы извлекать для себя вот эти вот, скажем, уроки, которые нас вдохновят? Я вот так вот анализирую, думаю, Господи, что же произошло в моей жизни? Вот за определенный период времени, кто знает, были у меня свои переживания, занимался много гуманитарными вопросами, и вследствие, как бы сказать, перегрузок и нагрузок, у меня, скажем, лопнула грыжа. Это реально, это все было наяву. Отказывает одна нога. Я обращаюсь в больницу, идет интенсивное лечение, которое сводится в ноль, ничего не помогает. Я говорю, Господи, дай дальнейшие действия. И вот идет, как бы сказать, череда таких вот переживаний. Доверяю ли я Богу свою жизнь, свое физическое состояние, духовное состояние? И Господь испытывает, испытывает человека до, скажем, не предела его терпимости, а до его духовного уровня. Вот насколько человек понимает, что Бог вмешивается в его жизнь, настолько и происходят, скажем, чудеса исцеления. Приятно читать Библию, изучать, что Господь исцелял в те далекие времена. Но я так скажу, что когда я приехал в больницу, это было 13 июня. 1 июня я сделал МРТ. И Господь говорит, ну что, давай, сын мой, двигайся дальше, потому что дела печальные. Приехал я до нейрохирурга, и он смотрит этот диск, смотрит фотографии, и говорит, вас привезли, это спустя 2 недели, когда я попал, потому что он был занят, я не мог на него попасть. Я говорю, да нет. Вы, говорит, по скорой? Я говорю, да нет, сам приехал машину, на стоянке поставил. Он, говорит, смотрит на этот диск, поднимает так очки, и говорит, у вас нет ног 2 недели. Вы без ноги человек. Я говорю, как без ноги? Он говорит, согласно показаниям МРТ диску, что нервные окончания раздавлены. Я говорю, а как же я тогда хожу? И это Дух Святой говорит о том, что по милости Божией, все движения были по милости Божией. Вы, говорит, с того момента, когда сделали МРТ, вы, говорит, ощущали в себе какие-то вот, неестественное состояние организма. Я говорю, да нет, просто как усталость, ног, лег, думаю, отлежусь, полежу, и все пройдет. Оно какое-то время проходило. И вот по пути этих слов, когда он говорит, что у вас нет ног, я так понял, что это настолько серьезно, и дальше мои действия, ложиться в больницу, оперироваться. Других вариантов просто нет. Он говорит, либо вы будете лежать, говорю, Господи, кто же будет славить тебя лежа? Ну, как бы молодой, активный, хочется жить, двигаться и так далее. А мысли шарасные сюда в голову лезут, понимаете? То есть их не удержать, поток мыслей огромный. И вот получается так, когда я лег, вся эта процедура прошла, там анализы и так далее, приезжает, значит, санитаром я грузить, говорит, ну, давай поднимайся. Я говорю, я уже подниматься не могу, уже все, то есть поднимать. Я приехал в тот момент в больницу, когда уже ноги отказывались, то есть мышечная еще память оставалась, мышцы работали, ноги идут, а нервных окончаний уже, скажем, я не ощущал боли в ногах, одним словом. И вот, когда меня погрузили, я говорю, еду и считаю эти самые фонари в коридоре, на потолке. И говорю, Господи, вот я дошел до вот этого состояния. Но Бог желает прославиться в нашей немощи, понимаете? Когда я немощен, тогда силен. И вот интересно, что познакомившись со многими в палате, мы много беседовали, люди удивлялись, что процесс заживления и реабилитации у меня выше по показателям, чем у них. Говорит, какой секрет у тебя? Говорит, ты расскажи. Вот я уже с больницы выписался, но еще с парнем продолжаю общаться. В течение месяца он еще продолжал находиться в этой больнице. Приезжал, уезжал. В общем, процессы были очень нерадужные, так сказать. И вот, когда Господь касается сердца, касается тела, то происходит неимоверное. Ты доверяешь себя как ребенок, как отцу, который тебя не подведет. Люди могут подвести. Единственное, задал вопрос нейрохирургу, говорю, а какие гарантии, что я буду ходить? Он говорит, это вопрос не ко мне, это вопрос туда. То есть нейрохирург понимал, что он мне ноги вернуть не сможет без вмешательства свыше. И он был крайне удивлен, что я ездил на машине до самого последнего момента. У него очки на лоб залезли, когда сказал, что я сам приехал. Он говорит, это фантастика была. С его слов это была фантастика. А я говорю, это милость Божья. И вот получается, когда мы доверяем свою жизнь Господу, то Господь со своей стороны делает то, что физически сделает для тебя другой человек не в состоянии. Будь то нейрохирург, будь то кто угодно, его личное присутствие Бога в жизни человека дает ему такой стимул не просто выжить, а прославить Господа. Прославить Господа в своем теле, в душе, чтобы и другим это было в назидании. Один из таких моментов Священного Писания, что Иисус постоянно куда-то ходил, постоянно чем-то он занимался, он не сидел сложа руки, он совершал свою миссию от начала и до конца. В Евангелии от Луки в 14 главе мы прочитаем небольшую историю с 1 стиха. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба и они наблюдали за ним». Наблюдали по какой причине? Что эти люди хотели от Христа? Видимо, не просто так он был зван в дом этого начальника, да? И вот предстал пред него человек сражающий водяную болезнью. Как мы себе можем представить, что это за личность такая, водяная болезнь у человека? Он какой-то нестандартный, не как все. То есть он отличается зримо, визуально он отличается от, скажем, обычного человека. И каковы же были действия Христа? подходит этот человек в доме, у которого происходило это застолье, и Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Все вопросы, которые касались об исцелении, в течение недели, пожалуйста, исцеляй сколько угодно. В субботу это был как под запретом в понимании фарисеев. Естественно, они вот в четвертом стихе написано, что они молчали. И тогда Иисус прикоснувшись исцелил и отпустил его. Я немножко посмотрел, что же такое за состояние у человека, который имеет такое заболевание. Человек, имеющий такой диагноз, это как сродни онкологическому заболеванию. Средняя продолжительность жизни таких пациентов, если не проводить интенсивного лечения, от 20 до 60 дней. То есть человек был на грани вот этого, скажем, события. То есть он мог просто умереть. Самостоятельно лечить водянку не получится. И рекомендации доктора крайне необходимы. То есть если человек уходит, скажем, в самолечение, в индивидуальное, то он обрекает себя на полный провал. И когда, я так понимаю, что неужели этот человек нигде не лечился? Неужели он не пробовал средства народной медицины? И вот почему его привели именно в дом этого фарисея, начальника? Водянка известна также, как асцит и отек возникает по следующим основным причинам. Заболевания печени, цирроз или другие пораженные органы. Это часто ведет к тому, что человек просто-напросто имеет нарушение водно-щеловечного баланса в организме. Но вот Христос не отказался от такого человека. И то, что в субботу это мероприятие или это исцеление имело место быть в доме фарисея, то как вы думаете, реакция фарисея понятна, а реакция исцеленного он просил Христа об исцелении? Нет. Почему-то так сглажена вот эта история, что этот человек просто подошел. Фарисеи его обвиняли в том, что он грешник. И слово не сказано. Христос простил ему грехи. Тоже ничего не написано. Просто написано, что прикоснулся и исцелил его. Почему тогда фарисеи молчали? Молчали на вопрос Христа. Можно ли в субботу что-то доброе сделать? Фарисеи молчали. Христос прикоснувшись исцелил его и отпустил. А куда же он пошел тогда? Домой куда-то человек пошел. При этом сказал им если у кого из вас осел или вол упадет в колодец не то сейчас вытащить его в субботу. фарисеи фарисеи не отвечали. Я вот так понимаю что зажав их в угол Христос дал понять что суббота и их скажем буква закона которой они так дышали насыщались она не имела для них спасительного такого силы. И вот у Господа возникает очень огромное желание помочь каждому человеку каждому из нас. если я со своей стороны проявляю малодушие интересно ли Богу со мной заниматься? Если я проявляю нетерпимость к ближнему наношу какие-то ему там словесные уколы приятно ли Богу видеть что его дитя вот имеет такие пороки пороки через которые человек спотыкается повторяет их снова и снова и как машина в грязи забуксует ее надо постоянно что-то с ней делать и вот человек в этой грязи постоянно болтается и нет выхода а выход есть только во Христе только в том мире который он дает и когда Господь говорит что когда мы принимаем Иисуса Христа своим личным спасителем когда у нас загорается вот эта внутренность в душе в сердце то глядя на мир мы понимаем что мир и все что в мире оно пройдет оно проходит и все опасности все страхи которые там нагнетаются они уйдут на скажем на задний план если посмотреть герои веры многих из них бросали в львиный ров многих там ну скажем явно издевались и вот получается Господь хочет чтобы каждый человек вышел как золото огнем очищенное если у меня есть недоверительное отношение с Богом буду ли я тверд в том что говоря моя вера крепка я буду там горы переставлять если у человека есть скажем такие вот колебания помните как Петр такой мужчина крепкий рыбак засомневался и он начал тонуть когда вышел из лодки навстречу Христу я вот вижу что когда церковь живет во славу Божию то церковь наполняется пусть потихонечку пусть не так как три тысячи человек после проповеди Петра а потихоньку потихоньку церковь наполняется и это слава Богу что Господь благословляет и укрепляет нас хочется чтобы в завершении мы помолились с вами о том чтобы испытать вот это присутствие Святого Духа чтобы вот этот божественный мир нас наполнил и все страхи которые вокруг нас витают чтобы они отошли на второй план помните когда один из апостолов говорил что смерть для меня приобретение да то есть он понимал что в итоге все же таки подойдет вот этот момент когда грех или грешные люди приведут скажем его на на судилище и вынесут такой приговор давайте мы с вами помолимся чтобы Господь руководил каждым из нас чтобы мы были воистину его детьми наш любящий дорогой Господь да будет благословенно твое святое имя мы нуждаемся чтобы твой дух святой наполнял нас нуждаемся так же чтобы в наших сердцах был отклик к принятию тебя как нашего личного спасителя чтобы мы не страшились не боялись ни ураганов ни войн ни болезней потому что ты наш Бог ты наша крепость наша защита мы принимаем тебя как нашего личного спасителя ибо нет другого имени под небесами которым надлежит нам спастись да будет благословенно твое имя святое живого Бога Отца Сына и Святого Духа Аминь Редактор субтитров